Всем привет, мои дорогие друзья, вы на канале Иван Шоу, микрофон, а как всегда я Иван, и сегодня у нас разбор спидрана по террарии. Данное прохождение, которое вы сейчас будете смотреть за спидранил игрок под ником Афромен, и он прошел террарио за 5 минут 56 секунд. Сам спидран будет происходить в режиме приключений и будет проходиться по седу, то есть спидранер уже все знает, что где находится. Ладно, не буду сильно затягивать, лайк поставили, подписались, погнали. В самом начале наш спидранер заходит в мир и бежит к тайнику. По-быстрому забирает все, что лежало в сундуке и заходит на второй мир. Сразу лутает водяной сундук и забирает его с собой. Этот сундук пригодится спидранеру в третьем мире, так что по-быстрому валим с этого и переходим в третий. А вот теперь в третьем мире спидранеру надо умереть, поэтому он кидает под себя бомбы и рядом с собой ставит сундук. В этот сундук он перекидывает все те вещи, которые подобрал в первом тайнике. После смерти персонажа падает над гробью, плюс также он заходит на второго персонажа для того, чтобы сэкономить время респауна. Тем самым он срезает себе 10 секунд, также ломает над гробью и забирает все свои вещи с сундука. Теперь спидранер валит в джунгли, попутно дюпая факелая. Также он ставит себе полную досягаемость постройки, ставит себе бессмертие и спаун мобов на ночь. В джунглях спидранер подбирает из тайника зелия телепортации и после чего бежит дальше вниз. Теперь нашему спидранеру надо дюпнуть над гробья. Так вот, он ставит над гробья, ломает блок ила, который находится рядом с ним, после чего ставит этот блок ила на над гробья и ломает под над гробьем один блок и над гробья дюпается. Теперь закидываем все над гробья в шестеренку и дюпаем их и теперь у нас есть пожизненный запас над гробьей. Далее в прохождении нашему спидранеру понадобятся блоки медовых сот, поэтому наш спидранер закидывает бомбы в улей. Далее спидранер бежит в ад для того, чтобы убить стену плоть. Также сейчас немножко интересных фактов. Для того, чтобы призвать стену плоти, не обязательно иметь кукловоду гида. Нужно просто заселить гида в воду и скинуть его в лаву. Гид максимально неприхотлив, поэтому делаем ему все по минимуму. В этом доме с евроремонтом по-быстрому закидываем мебель и ставим наковальню. Сверху лепим массивный верстак и начинаем расставлять наши надгробья. Тем самым создаем искусственный биом кладбища. Биом кладбища добавляет нам новые возможности крафта. Теперь можем создать маленькие пчелиные улья и конечно же дюбнуть их на шестеренке. Теперь просто отлетаем от дома и туда заселяется гид. Теперь ломаем пол под гидом и у нас пробуждается стена плоти. Для получения лучшего дропа со стены плоти выкручиваем сложность на максимум и спамим в этом закрытом помещении ульями. Пчелы в большом количестве очень быстро выносят стену плоти, подбираем лут и возвращаемся обратно. Теперь спидранер бежит в порчу для того, чтобы поломать демонический алтарь с помощью святого молотка. Далее раннер возвращается на спаун и начинает строить закрытые помещения для того, чтобы опять спавнить ульями и победить уже механических боссов. Короче побеждаем всех боссов и переходим дальше. После убийства всех механических боссов возвращаемся назад в джунгли. Так как прохождение происходит по заранее изученному миру, раннер знает где находится бутон плантеры. Как и с прошлыми боссами, раннер убивает плантеру с помощью пчел. Ну короче, насколько вы видите, пчелы реально просто попускают зенит и... все, да. Потом пчелы попускают голема, а мы переходим дальше. А вот вы помните, что примерно когда-то там 2 минуты назад раннер подбирал зелье случайной телепортации. Так вот, после убийства скелетрона игрок телепортируется поближе к подземелью скелетрона и после чего уже идет убивать самого скелетрона. Потом раннер должен будет сменить время суток на ночь, так как наш скелетрон является довольно стеснительным и не хочет выходить утром. Так вот, по-быстрому убиваем его, только уже не с помощью пчел, так как этот дурачок иногда любит соблюдать дистанцию. А после убийства скелетрона мы опять начинаем строить деревянные коробки для того, чтобы там, угадайте что, конечно же, спамить пчелами. Сейчас раннеру необходимо, чтобы на экране находилось 200 существ. Так как есть шанс того, что все башни просто не заспавнятся, что, кстати, существенно сокращает нам время забега. И опять же, с помощью пчел раннер валит культиста. После убийства культиста лунатика у раннера есть целая одна минута, чтобы подготовиться к решающему бою. Дальше раннеру надо построить вот такую конструкцию, которая состоит из двух клеток для пчел. Первая уже есть, а вторую надо будет надстроить сверху. Ставим платформы и строим еще одну клетку, после чего закидываем туда максимум пчел. Теперь раннер должен убить всех пчел из первой клетки. Так как сейчас лимит существ полностью превышен, и есть шанс того, что мунлорд просто не появится. Ну а сейчас вы можете увидеть, как пчелы просто за несколько секунд выносят мунлорда. Итоговое время спидрана 5 минут 56 секунд. Ну что ж, поздравим Афромена с его рекордом. А вы подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу в ВК. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok